МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации ТОЛЕРАДОЮ КАМПАНИЯ ГОМЕЛЬ, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуском. Особистые приемы допомагают грамадянам выражать пытанни оперативно. Сеоня у жлобене с населенством сустрелся Юрый Шулейка. Самая пяшчодная свята. Сеоня у Гомели пройшел урочистый прием у гонор 8-го соковика. Снегопады пройшли, проблемы засталися. Комунальные службы задзеничали усю спецтехнику для уборки снегу и ледяшоу. В РГИЮ не распочались профилактические мероприемства по попереджуванні гибели рыбы у водоемах. А зараз обгэты меньшим больш подрабязна. Палат гімнастыки варты укладзенных у яго грошей. Обгэтым президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, наведываючи Республіканский центр Олимпийской подрыхтовки по Мастацкой гімнастыце, что открылся сёння у Минску. Керовник державы отзначил, что Палат гімнастыки стал символичным подарунком для представниц гэтага виду спорту до надыходящего Международного дня Жанчин. Решение об будовнестве палаца было принято президентом Беларуси. Активная фаза работ распочалась у Кастрычнику 2016 года и прос полтора года знаковый объект готовы. Комплекс для Мастацкой гімнастыки включает две великие тренировочные залы, залы для групп початковой подрыхтовки, для хореографии и аэробики, а так само бассейн и шерах специализованных кабинетов. ГТС «Учасная пляцовка» будет и одним из центральных объектов, а у других – еврагульни, які пройдуть у Беларуси в наступном годе. Сегодня в Жлобине промую телефонную линию и прием грамадян провел помощник президента, инспектор Пагомельской области Юрий Шулейко. За больше, как трех годин и разгляджено коля 20 пытаньев, с якими проблемами звертались грамадяне, ведает Дмитрий Котау. Светлана Бекац на прием приходить не одна. Разом еще трое же хорора и центра за единой проблемой – приватизацией жилья. И она возникла после змены статусу интерната и переводу его у жилый дом. После этого, естественно, все жильцы, потому что они никуда не выселялись, не заселялись, если руководствуется законами о приватизации об общей житии, значит, никого никуда не выселяли и не заселяли, ничего не переоборудовали. Значит, все жильцы, в основном все жильцы, пожелали приватизировать занимаемую жилую площадь в этих домах. Юрий Шулейко, отзначая, пытание складано и потребует досконалого выучения. В ближайший час отбудутся проверки с уделом розных структур для вызначения дальнейших деянов. Тым часом, коли одни проблемы грамадян потребуют разбиральництва, иншая помощник президента называя недопущальными выпадками. Фермер Василь Гузов працует на земле, коли 25 годов. У его владани 80 гектаров, где выросшиваются бульба и зерневые культуры. Неколи годов тому свою продукцию фермер сдал двум мясцовым сельскохосподаршим организациям. Гроши отрымал только недавно. И то я после взорота у администрацию президента. Однако за отсутности сродков не поспел подрыхтовать Глебу на зиму. К тому поселная может быть сорванная. Кировництва господарок допомогу не оказало. Сегодня меня поразил особый вопрос. Это отношение к фермеру. К фермеру, который давным-давно использует землю. Я вижу как человека, и никто не сказал критического замечания, что он не по назначению использует. И как к нему относились бездушно это руководители хозяйств. Юрий Шулейко доручил оказать фермеру усю необходную допомогу. И надалее быть больше уважливыми до людей, которые працуют на земле. Я доволен. Если только они держат слово, помогут. Чтобы я не бегал, не искал эти комбайны. А под заявку дал, чтобы уборка, пожалуйста. Потому что я не куплю комбайн новый. Очень дорого. И ни один фермер это не купить. Я же не требую этих долг. Я понимаю, что тяжелое время. Просто я просил, чтобы комбайн хотя бы дали. В уголе подчас приема грамадян и промой телефонной линии было разгляджено около 20 вопросов. Тычили сияны земельных спричек, семейных конфликтов, працеводкование, обновление прационного стажа. Юрий Шулейко отзнашает, что певная частка вопросов, которые сегодня прогучали, должна выращаться на мясцовом узровне. Многие вопросы можно решать. И надо их решать не только одноразово, а смотреть вглубь этих вопросов, чтобы они имели дальше продолжение или не имеют продолжение. Ряд сегодня записавшихся задавали четкие вопросы. И я усматриваю в данных вопросах некую душевную обиду, которая сегодня звучит с их разговоров и, к сожалению, даже в адрес наших местных властей. Поэтому работу эту нужно продолжать, нужно продолжать объективно и детально. По огученных подчас приема и телефонной линии питаниях дадены доручения. Частка была расслумачена одразу, шерах зворотов узяты на контроль. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокампания «Гомель», Жлобинский район. Виншаванник, ветки и святочный настрой. Дня Жанчин – это не просто пожадание. В оси лякем разе соправдный мужчина поступить иначе просто не может. Святочное мероприемство, на этот раз открывая выставы Жанучек Капялюшеву, свою коллекцию представила старшиня белорусской гильдии майстров и ромесников Светлана Гаурильчик. Экспонаты, которые на этот раз можно было одновременно примерить, выкликали неподробный интерес во всех удельниц приема и, сдается, надолго створили добрый настрой. Хоть сказать об отсутствии приемных уражений не приходилось у Вокули, в зале Жанчины, якими может анализоваться вся гомельская область, бухгалтер, кривиловод, актриса, банкир, юрист, сошиня Сильваканкама и профсоюзного комитета. Прием от имя Абраканкама – это еще одна махчимость и подяковать каждую за их справы. Ольга Кулинская-Зельска два года тому взяла на выхование маленькую Викторию, якая все 11 месяцев своего життя провела в доме детяти. Зарвался это под Новый год, ведь мне хотелось зарабить дядя Ченки святым. У меня своих два мальчишки, одному 11, второму 6 будет. Вот, они ее приняли абсолютно как свою, это наша сестрянка, они ее очень сильно ждали, потому что пока я собирала все документы, они ее ждали. И вот младший Матвей, он вообще, они ходят в один садик, и вот на улицу там где-то их выводят, все, он ее защищает, чтобы ее никто не обидел, никто не тронул. Об кожных запрошенных на прием можно рассказывать шматротикавых и вартах для переймания. Наставник математики Светлана Макаревич, працовая у середней школы номер 67 города Гомеля, свой працовный стаж я надлечивая за 1986 года, коли после заканчения Гомельского державного университета по размерковании Трайплава-Будокашалевский район. Кажется, что Николе не подлечивала докладную колькись своих выпускников, а лега нарица усиме. До речи, наивину об тем, что их наставницу запросили на урочистый прием, в очень сустреле аплодисментами. Я ни один день не пожалела, что я пошла работать в школу, и именно много работы, работаю с детьми много, и уделяю этой работе много времени. И могу сказать, что я правильно выбрала свою профессию жизненную, и пока дети меня стараются радовать всегда. В этот день для каждого из уденец пророчистого приема стал свой собливым додатковым выходным. Святочное шампанское подарунки и музычные номеры и они соправдуют чудовное половое человечество, якую любить за мудрость, тепленью и пяшчоту. Олег Сентяров, Деорген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Урочистости у Гомеля протягнул святочный концерт. У городским центры культуры собралися шмадетная мать и жанчины-ветераны, представницы предприемства громадских организаций, поспяховая в разных сферах деяностей. Хомельчанки. Жанчины, которые работают на ровне с мужчинами и умело сумещают карьеру с ролей клопотливых женок и мати. Дорогие женщины, поздравляем вас с таким весенним, приятным праздником, дорогим нам, мужчинам. Будьте всегда такие красивые, яркие, нарядные, успешные во всем. И, конечно же, пускай сопутствует вам удача, здоровья и благополучия вам, вашим семьям и родным и близким. С праздником, милые женщины. С днем, женщины. Мероприемство открылось специально подрихтованное выстава. У экспозиции предметы, призначенные для соправдных леди. От косметики и оригинальных упрыгоживаний до кветковых композиций и фотозон. Протягнулись урочистости святочным концертом, подчас якого прогучали веншаванье и самое шире пожаданье у адрес гамильчанок. У программу включили лепшие номары выканавцев, танцевальных коллективов и акробатов. У Беларуси измененный график работы установы аховы здоровья у выходные и святочные дни у соковику. Восьмого соковика у поликлиниках, аптеках и организациях медтехники святочный день. Девятого и десятого соковика установы будут працевать по графику суботы. Одинадцатого соковика по графику выходного дня. У гетые долгие выходные приемные отделения больницы травмопункты будут узмоценены специалистами. Так само стало вядомо, як у ближайшие великие выходные буде працевать пошта. Восьмого и одинадцатого соковика будуть открыты только дежурные отделения поштовой субези. В девятого и десятого усе отделения по своих графиках. Про режим працы отделения у таксаму можно доведаться у кол-центры Белкошты по номару 154. С восьмого по одинадцатого соковика и он буде працевать с девяти до семнадцати годин. Снегопады спынилися, але складанности, выкликанные неспрыяльными умовами надворья, заховываются до этого часу. Великие снежные шапки, бачные на дахах домов, громадских и вытворчих будинков. Комунальные службы заеденичили усю спецтехнику для уборки снегу и ледяшоу. Угомили, что дня на их выдалении расчистку дахов выходит больше за 10 аутогидропадъемников. Кожуроб центральная на сегодняшний день обслуживает 417 жилых дома. В которых 195 это скатные кровли. Это на которых наиболее вероятно образование сосульок и налетей. И которые необходимо очистить кровли. Мы ежедневно привлекаем со сторонними организациями не менее 4 вышек в день. Один экипаж очищает кровли в зависимости где место расположения кровли, какие подъездные пути от 7 до 15. Пользуясь случаем хотелось бы обратиться к нашим жителям города, особенно автомобилистам. Как вы видите даже в данном дворе, в который мы на сегодняшний день приехали, он заставлен автотранспортом личным. И что, конечно, затрудняет снятие сосульок и налетей. То есть где-то можно сбить, а когда стоит близко автотранспорт, то приходится снимать руками. На руках уже спускать сосульки и налетей вниз. С наступного тыдня синоптики обещают потепление. Слупок термометра не будет опускаться ниже нулявой отзнаки ни в день, ни в ночи. Але не варто чекать, поколь снег сам растание. У мэтых недопущения надзвучайных здоровья, связанных с заваливанием даха и падением наледей, выратовальники рекомендуют провести очистку даха у загадя, а так само вывести собранный снег. На Гомельщине распочались профилактические мероприемства по попередживанию гибели рыбы у водоемах. Их те фауны региона сегодня представлены 48 видами рыб, шерох из которых включены в «Червоную книгу Беларуси». С принимаемыми мерами ознайомились наши корреспонденты. Сегодня все навыковые выдания «Замор рыбы» трактуются однолького. Это экологичное бедство. Причины зъявы добрые домы. Зимой водоемы и водоцеки покрываются толстым пластом леду, что спыняет доступ до воды атмосферного поветра. Увы, не курызка снижается утрымальник кислороду. На Гомишиня «Замор» наззирается на всех водоемах, где нема тячения. По всем инспекциям Гомельской области дана команда, с тем, чтобы они провели свои контрольные мероприятия во всех районах и определились, везде ли ведутся мероприятия по предупреждению «Заморов». В отповедности с законом Республики Беларусь об жиленном свете, державные органы и арендаторы обвязаны промать меры по обороне деких живел, які опынулися у надзвычайных ситуациях. Мер, які дозволяют продухелить гибель рыбы некальки. По-перше, выразение у людей майн с их наступным укрытием солома и чаротом. Это позволит на полный час продухелить замерзание. Еще один способ, навык больше эффективный – обогачение воды кислородом с допомогой помп. На водоеме, площадь у 5 гектаров, такий способ дозволяет полностью выросшить проблему, прикладно за 6 годин. Мы на своих арендованных участках постоянно орошаем воду, чтобы не было придухи. И если что узнаем где-то в городе, либо рядом, где-то в водоемах может быть угроза придухи, охрана природы сообщает, и мы все вместе едем туда помогать. Сегодня областным комитете природных ресурсов выбрали каля 40 водоемов, где каждый тыдень проводится мониторинг утримания кислорода. Пакуль в среднем его уровне, прикладно, в полтора раза превышает критичный. А легитый показчик начинает снижаться. Сгодно с прогнозами экологов, лед на озерах будет находиться еще и к минимуму 2 тыдни. В связи с чем, ситуация может пагоршиться. В вынику надзвычайных обставинов на допомогу плануется протягнуть мясцовые организации, а так само часово – адменить действующие правила лову рыбы. Будут привлечены, как и общественная организация БОР, арендаторы рыболовных угодий, непосредственно арендующих данные водообъекты, либо с прилегающей территории. И, в конце концов, в случае действительно невозможности принять еще мер, будут уже приняты тотальные меры по вылову рыбы, по снятию нормы ограничения на вылов рыбы и по тотальному облову данного водоема, чтобы как-то в экономических целях данную рыбу использовать. Олег Семчуров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадокомпания «Гомель». Это и так само иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.cvrgomel.by. Далее эфиры «Де-факто» и «Спортивный огляд», а я с вами развитваюся. Доброго вам вечера и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Минувшим вечером спасатели-пожарные ликвидировали пожар на Белорусском металлургическом заводе. ЧП произошло в электростале плавильном цехе номер один. Сообщение о сработавшей сигнализации поступило в 20.39. Уже через минуту на место прибыли пожарные. Уже через минуту прибывшие от места вызова спасатели обнаружили сильное задымление в кабельном тоннеле. Вместе с тем пожар был оперативно ликвидирован спасателями. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет, но огонь успел повредить более 30 тысяч погонных метров изоляции электрических кабелей. Технологический процесс выплавки стали временно приостановлен. С сегодняшнего дня и по 12 марта Госавтоинспекция региона проводит специальное комплексное мероприятие по предупреждению и пресечению фактов управления автомобилем в состоянии опьянения. Во время длинных выходных и праздничных дней на дорогах области будут дежурить сотрудники ГАИ. Ответственным и законопослушным водителям опасаться нечего. По всей строгости закона ответят те, кто сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Госавтоинспекция напоминает о том, что согласно статье 18.16 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь за управление транспортным средством в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения водителю грозит штраф от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления данным транспортным средством на 3 года. Также, если повторно в течение года водитель привлекается за аналогичное правонарушение, возможно конфискация автомобиля. За прошлый год на дорогах области было совершено 52 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В результате 16 человек погибло, 55 получили травмы различной степени. В области все чаще выявляются факты использования автомобилистами поддельных сертификатов о техосмотре. Только за два месяца 2018 года выявлено около 20 документов, сделанных нелегальным путем. Не остановило нарушителей даже угроза двух лет лишения свободы. Такой обзор событий к этому часу. Берегите себя и своих родных. В студии работал Руслан Габрилев. До встречи. На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В плей-офф экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею накануне состоялись очередные поединки. Жлобинский «Металлург» пока не может подобрать ключ к солигорскому «Шахтеру». Третье – поражение Столиваров к ряду в четвертьфинальной серии. К «Сирене» на второй перерыв счет на табло был 4-4. В третьем периоде казалось, что дело идет к овертайму. До окончания основного времени матча оставалось чуть более трех минут, как горнякам удалось отличиться. Розыгрыш большинства броском под перекладину ворот соперника завершил Демков. Вскоре Комбович поразил пустые ворота Столиваров, бросивших все силы в атаку и установил окончательный счет 6-4. Уже сегодня «Шахтер» может оформить выход в полуфинал. А вот для определения победителя противостояния Гомеля и «Динамо Молодечной» четырех матчей уже точно будет недостаточно. После двух домашних поражений «Рыси» на выезде одолели «Зубров». Основного времени матча командам оказалось недостаточно для выявления победителя. На десятой минуте овертайма точный бросок «Заломая» принес победу Гомелю. 8 марта серия в любом случае вернется в Гомель. В остальных четвертьфинальных парах без сюрпризов. Неман и юность уверенно громят своих оппонентов. В «Химик» и «Лиду» соответственно. Более 200 юных атлетов собрал в Гомеле. Юношеский турнир по вольной борьбе. Соревнования посвящены памяти милиционеров Константина Борисенко и Эдуарда Серегина, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Нынешний турнир девятый по счету. Сначала он задумывался как областной, однако вышел за пределы не только нашего региона, но и страны. Побороться за победу приехали юные спортсмены из Минской и Могилевской области, а также из российской Тулы. Они создали хорошую конкуренцию для наших борцов. 220 участников и у нас уже очень неплохое представительство. Для начальной подготовки детей очень серьезное испытание. Мы рады, что традиции остаются, и мы проводим очередной раз наш турнир. Юноши на девятом турнире памяти Константина Борисенко и Эдуарда Серегина оспаривали награды в 12 весовых категориях девушки в четырех. Воспитанники Гомельской из Душор номер 4 вернулись с медалями с Олимпийских дней молодежи по прыжкам на батуте. Соревнования проходили в Могилеве. Команда юношей заняла второе место. Девушки показали третий результат. В общем зачете сборная нашего региона разместилась на третьей строке. Победили хозяева – батутисты из Могилева. Отличились гомельчане и на юношеском первенстве страны по прыжкам на акробатической дорожке. Соревнования проводились в двух возрастных категориях. Среди спортсменов 14-18 лет и 13 лет и моложе. В старшей и младшей возрастных категориях в командных соревнованиях юношей не было равных атлетам из нашего региона. В состязаниях девушек возрастом 14-18 лет гомельчанки расположились на второй строке, уступив спортсменкам из Могилева. В личном зачете воспитанники Гомельской из Дюшер номер 4 добыли пять наград – золото, бронзу и три серебра. В Бобруйске состоялась спартакиада детско-юношеских спортшкол по стрельбе из лука. Соревновались юноши и девушки 2002 года рождения и моложе. В турнире приняли участие воспитанники Гомельского областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. Гомельчане выступали отнюдь не в роли статистов и завоевали четыре медали. Победителем спартакиада стал Евгений Смольский. Он же в паре с Аиной Шуляк-Нестеренко поднялся на высшую ступень пьедестала в Миксте. Также награды добыты и в командных соревнованиях. Девушки заняли второе место, юноши – третье. В общем табеле о рангах гомельский цор по прикладным видам спорта расположился на второй позиции. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4. Редактор субтитров А.Семкин